Виновской рощи устанавливают домики для птиц. Чтобы не нанести вред деревьям, скворечники не прибивают и не прикручивают, а устанавливают безопасным способом. На деревьях находят разветвление и крепят искусственные гнездовья на них. Всего в Виновке установят 30 дуплянок. Задача любых биотехнических мероприятий – это биотехнические мероприятия, то есть мероприятия, направленные на увеличение количества объектов животного мира, в данном случае птиц, которые сейчас мы делаем скворечники. Потом у нас будет следующая еще партия – это установление советников и гнезд специальных домиков для рукокрылых. При установке дуплянок есть свои особенности. Расстояние между ними должно составлять не больше 100 метров. Установка производится на юге, юго-востоке, востоке, так как там чаще светит солнце. Таким образом домики для птиц лучше прогреваются, а птенцы быстрее развиваются. Искусственные гнездовья изготавливаются из необтесанных досок и лиственных пород деревьев. Для каждой птицы домики отличаются по габаритам и размерам отверстия для птиц. Маленький литок, он нужен как раз для более мелких птиц, такие как, например, синицы, мухоловки, грехвозки и так далее. А более крупный размер уже убирают более крупные птицы, например, поползни или скворцы. То есть они сами покрупнее, им нужны, конечно, отверстия побольше. Установка скворечников и домиков для других птиц играет важную роль. На участках рекультивации из-за шумового воздействия птицы будут вынуждены сменить среду обитания и гнездиться в искусственных домиках, которые для них приготовили. На сегодняшний день подрядная организация получена согласование проекта проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. А в ближайшие дни они приступят к основным работам. То есть изъятие загрязненного грунта, завоз нового грунта, ну и так далее. Все работы, которые предусмотрены проектом. Кроме того, в работах по рекультивации предусмотрена высадка новых клёнов, дубов и лип.